О проблеме нехватки воды в Узбекистане из-за климатических изменений и ее неправильного использования стали говорить все чаще Каждый год экономика нашей страны теряет 5 миллиардов долларов из-за нерационального использования воды К 2030 году ее нехватка в Узбекистане может достичь 15 миллиардов кубометров Такую статистику приводит пресс-служба главы государства В этом видео мы попытаемся разобраться, чем грозит нехватка воды нашей стране и как грамотно ее использовать В этом нам помогут младший научный сотрудник научного исследовательского института окружающей среды и природы охраны технологий Нурматова Виктория А также экономист департамента Усуфта Минод Сузана Раупова Первый вопрос. Есть ли связь с высыханием Аральского моря? Как сказывается именно на вопросе воды в Узбекистане и в целом на климатические изменения? На климатические изменения сказывается очень сильно, потому что оно же высохло, а соль осталась Соль-то никуда не делась и потоками ветров соль разносится практически по всей Средней Азии и даже по всему миру Есть исследование, что вот эта соль именно Аральского моря была найдена даже в снегах Антарктиды Она попадает на ледники, ледники из-за соли тают и воды становится, естественно, меньше, потому что Средняя Азия, реки Средней Азии, это имеет ледниковое питание Мы же регион внутренний, не имеем выхода к океану Да, тогда такой вопрос. Однозначного ответа на него, насколько я знаю, не существует в принципе Но вот ваша теория, мнение о том, почему все-таки высыхает Аральское море, в чем причина? Причин несколько, но основная причина, что вода, которая изначально должна была бы поступать в море Из реки Сырдарья и Амударья, из этих рек, она не поступает в должном количестве Потому что население Центральной Азии очень сильно увеличилось за 20 век И, естественно, построено очень много предприятий и очень развито теперь у нас сельское хозяйство И вода просто уходит на сельское хозяйство и на нужды человека, на промышленность И поэтому она не доходит Сколько водохранилищ построено на протяжении двух этих рек, Амудари и Сырдари Какое есть решение проблемы? А решения нет, потому что мы не можем отказаться от сельского хозяйства Мы не можем отказаться от своей промышленности, люди должны жить, работать На мой взгляд, эта проблема неразрешима Аральское море не вернется никогда Чтобы его наполнить, надо отказаться от всей воды, которую мы тратим Ну а если мы будем потреблять ее просто меньше хотя бы? Нет, слишком много населения в Средней Азии, слишком много людей живет Воду, которую мы пьем, она не появляется сама по себе На территории Узбекистана из 100%, 42% мы добываем из подземных источников Остальные 58% это уже поверхностные наши источники Это водохранилища и реки Есть проблема нехватки воды В будущем объемы наших водных ресурсов потихонечку заканчиваются Потихонечку высыхают реки Соответственно, уже нет такого потока сток, которые истекают уже в наше водохранилище Конечно, это очень сейчас такая проблема И мы стараемся рационально к этому подойти И потихонечку решаем данную проблему Хорошо, ну вот смотрите, к примеру В любом случае, вот в Ташкенте вода есть А в дальних регионах ее все равно нет Типа, эта проблема, она была всегда вне зависимости от того, как реки текут Да, конечно, потому что зависит от того, насколько находится далеко сам источник Соответственно, это насос, протяженность труб, давление, мощность, затрачивается электроэнергия Очень много затрат уходит на это У самих источников заканчиваются, получается, уже не те объемы, которые были ранее В таком случае в Узбекистане еще остро стоит вопрос нерационального использования воды Насколько это для нас большая угроза? Это не только в Узбекистане стоит Во всех среднеазиатских странах очень остро стоит этот вопрос И он реально острый, потому что никто не экономит воду А воду нужно экономить По данным Узгидромета, температура повышается с каждым годом на градус-полтора И в ближайшее время будут очень сильные засухи И вода будет очень дорогая Вода это действительно в Средней Азии, это вода, это жизнь И ее очень нужно экономить везде, на всех уровнях Начиная с человека, заканчивая промышленностью Вы как специалист по воде, как грамотнее было бы экономить воду в Узбекистане? Как среднестатистическому жителю, так и вообще в плане государства в целом? Нужно ставить современную технику дома Закрывать краны, чтобы вода не текла Не поливать, не мыть машины питьевой водой В промышленности предприятия должны иметь очистные сооружения Каждое предприятие должно иметь очистное сооружение Которое чистит воду и пускает ее в обратное производство Если с количеством воды все понятно, ее нужно экономить То как вы видите решение проблемы того, что в регионах не хватает все-таки этой воды? Там с логистикой, я так понимаю Большая проблема это то, что у нас увеличивается населением Соответственно, в Узбекистане строится очень много новостроек Подключаемся также, получается, к сетям старым Старые коммуника? Узбекистана не имеют доступа к питьевой воде, централизованной системе? Конечно, у нас сейчас полностью установлен план мероприятия До 26 года мы охватим 90% уже по Республике Узбекистан обеспечением централизованной воды Расскажите подробнее про этот проект, какое решение вы видите? По Республике Узбекистан у нас в общем 25 проектов На общую сумму 2,5 миллиарда долларов Также ожидаемый результат до 2026 года ожидается На 4,9 миллионов населения будет обеспечено водоснабжением 3 миллиона населения будет обеспечено канализацией Это мы вот говорим сейчас 4-3 миллиона, то что 25% неохваченных людей? Да, да При формировании уровня тарифов на питьевую воду учитывается множество факторов Тарифы формируются с учетом географического положения регионов Удаленности источников воды от населенных пунктов, свежести и минерализации источников воды Затрат на обработку, зависимости от уровня жесткости, а также электроэнергии, заработной платы и реагентов Самый дешевый тариф за 1 кубометр воды на одного жителя в Республике составляет 400 сумм в Ташкенте А самый дорогой тариф – 3000 сумм в Новоиской области Сегодня тариф за 1 литр питьевой воды составляет 1 сумм 38 тын При этом 1 литр воды в бутылке в магазине стоит около 3000 сумм Из-за различий в стоимости производства и доставке питьевой воды тарифы в каждом регионе разные Например, питьевая вода подается в город Ташкент через канал Боссу 70% воды потребителям в Новоиской области поступает из водохозяйственных объектов Самаркандской области по трубопроводам Нельзя игнорировать слона в комнате – это вопрос повышения цен на воду Насколько это оправданно? По вашему мнению? Смотрите, в результате того, что тарифы у нас оставались на протяжении трех лет безизменными У нас не покрывалась фактически себестоимость У нас образовались дополнительные долговые издержки Сейчас после повышения тарифов, конечно же, оправдываются долговые обязательства УСУ в Табинот уже начали покрывать определенные сотраты по себестоимости Конечно, не прям полноохватно, но потихонечку-потихонечку к этому идем Подмечу, что при формировании тарифов на питьевую воду Учитывается очень много факторов, такие как Географическое положение районов Насколько составляет удаленность источников воды от населенного пункта Вот ранее то, что я говорила Пресности, минерализации источников воды Затраты на обработку в зависимости от уровня жесткости воды Затраты на электроэнергию Это, наверное, самые такие большие затраты То, что есть в нашей реализации Потому что потраченная мощность насосами Там очень-очень большие суммы Оплата реагенов Оплата заработной платы Текущие ремонты Модернизация оборудования Износ оборудования Амортизационное отчисление И такие же затраты на горючее Конечно же, сейчас происходят уже чаще ремонты Потому что уже более-менее есть возможность Это из-за поступлений дополнительных? Да, конечно Мы покрываем себестоимость У нас остается уже что-то в запасе Мы начинаем уже полностью делать акцент Это на само качество воды Но скажу точно, что рыночный механизм Это правильная дорога, по которой мы пошли Потому что повышение цен Соответственно, это ведет к бережному уже обращению самой воды Самые дорогие города Европы в плане воды Это Осло, Норвегия И Копенгаген, Дания Стоимость кубометра водопроводной воды Составляет 4-5 евро Из-за низкой цены на воду в Узбекистане Участились случаи ее расточительного использования Однако высокая стоимость воды в европейских странах Приводит к ее экономии Повышение цен направлено прежде всего на снижение потребления воды И рыночных цен Чем нам грозит нерациональное использование воды? Полным отсутствием воды в будущем Это сложно себе представить Это вам сложно Мне как раз таки не сложно Потому что я практически каждый день сталкиваюсь с предприятиями Которые тратят совершенно бездумно воду И с людьми, которые тратят бездумно воду Чтобы это исправить, конечно, должно быть образование Детей надо с детского сада учить И в садиках, и в школах, и в университетах, и в институтах Делать ролики, показывать, объяснять Пока человек... Это же природа людская Пока ты сам не столкнешься с этим впрямую Ты не поверишь Каждая отрасль промышленности, каждое производство Тратит определенное количество воды И загрязняет эту воду определенными какими-то веществами В стране из 2300 промышленных предприятий 291 сбрасывает производственные стоки в водоемы 258 на рельеф И 1080 в канализационные сети 271 предприятия не оборудованы внутренними очистными сооружениями А ведь их вода загрязнена химическими и биологическими веществами К каждому производству придуман и создан определенный тип очистки этой воды Разными способами, там биологический, химический, физический И мы разрабатываем методики и технологии для конкретных предприятий Вот по очистке воды Они их используют? Хотелось бы, чтобы использовали, но не все используют Дорого? Не то, что дорого Многие предприятия не имеют площади, чтобы построить очистное сооружение Они ограничены очень малой площади В основном предприятия платят штрафы за сброс грязной воды То есть это выгоднее в целом? Да, но в Узбекистане не вся вода идет на промышленность Ведь 90% воды идет в сельское хозяйство И только там полтора, наверное, процента идет на промышленность И остальное на коммунальное хозяйство Насколько я знаю, все-таки у нас уже потихоньку начинает заниматься вопросом ирригации Ирригацией у нас всегда занимались Просто был период, когда это дело забросили И каналы в плохом состоянии А вообще, да А когда ее забросили? Не могу сказать Ну, знаю, что какой-то период каналами не занимались И они, в общем-то, их надо модернизировать Все каналы, все коллекторы, они должны быть модернизированы Примерно вы представляете, сколько это может стоить И как долго это будет длиться? Сколько это займет времени? Я думаю, это, ну, конечно, это дорого И, естественно, это будет очень долго Потому что очень большой километраж ирригационной сети в Узбекистане Ну, я хотела бы, чтобы каждый житель Узбекистана экономил воду И подумал о том, что мы должны своим детям и внукам оставить воду Оставить жизнь в этой стране Вот сейчас везде внедряют солнечные батареи И убедили же людей, что это нужно, что это выгодно И я думаю, что со временем также мы убедим Что очистное сооружение маленькое Скажем, септик, который будет стоять у каждого дома Это будет Просто это займет время Солнечная батарея, там все понятно Грубо говоря, тебе бесплатно солнышко светит Она зарядила твой аккумулятор Часть ты отдал государству, часть ты используешь сам, если хочешь Точнее, наоборот Вот, но там есть конкретная выгода То есть можешь вообще не платить за электричество, а еще и заработать с этого Экономия воды Здесь не будет выгоды, потому что мы будем пользоваться в дальнейшем водой Личной выгоды здесь не будет Здесь будет общая выгода Давайте поподробнее обсудим вопрос нерационального использования Я так понимаю, мы все боимся того, что люди просто будут транжирить эту воду А чем нам грозит вот это транжирство? Возьмем любое другое государство К примеру, там, где хорошо налажено водоснабжение У них чувство экономии стало неотъемлемой частью культуры Поэтому также и мы хотим в Узбекистане воспитать эту культуру В каждом гражданине, в каждом абоненте Чтобы действительно мы научились оценить, потому что нерациональное использование воды Оно приведет к тому, что просто будет нехватка Помимо финансового кнута, грубо говоря, чтобы заставлять людей экономить воду Как вы еще собираетесь людей агитировать на то, чтобы они экономили наши ресурсы? Человек, который платит за потребление по реальным ценам, никогда не потратит ее впустую Поэтому экономия, с другой стороны, достигается в первую очередь за счет повышения тарифа Конечно, мы повышаем тариф, мы выходим на рыночный уровень Соответственно, у человека, прежде чем он будет тратить, он, конечно, подумает Также вот, в примеру, электроэнергия Далеко вот ходить не будем Мы ее тратим, но мы знаем, что завтра ее могут отключить Если мы за нее не заплатим Вода может закончиться Вода может закончиться, но просто, да, сейчас не каждый человек, понимаете, это понимает Думает, да, вот у нас там водохранилища еще много есть, там много воды У нас все будет хорошо Нет, к сожалению, это сейчас, это завтра Но проходят года, будут проходить века, и за нами остается наше поколение Мы должны им оставить тоже воду Насколько я знаю, существуют люди, которые за воду в целом не платят Существуют, да, конечно Мы продвигаем идеи по поводу того, чтобы люди экономили воду Мы продвигаем такие идеи Первое, это, конечно, установка счетчиков Потому что учет только согласно кубов должен идти По факту Также мы контролируем незаконное подключение Водные воры, да, так называют? Да, да, да Мы стараемся, конечно, наши инспектора работают Где есть незаконное подключение То, что касается и населения То, что касается юридических организаций Конечно, наши инспектора работают На текущий год выявлено у нас два случая Заведены уголовные дела по двум случаям Соответственно, за незаконное подключение 169-я статья сейчас по новому уголовному кодексу Республики Узбекистан Вот, в порядке Прилично, конечно, вышло там хищение у них Ущерб нанесен в размере Первый случай, это у нас около 300 миллионов И второй случай, это у нас 129 миллионов Как вы продвигаете идеи экономии воды? Так, продвигаем мы Первое, это, конечно, установка счетчиков Второе, это мы контролируем незаконные подключения Также устраняем утечки И, наверное, самое основное, это наши СМИ Мы информируем абонентов через наши ресурсы Это телеграм-каналы Это также ролики различные С экономией воды Наши сотрудники УСУ в Томинод По областям, по районам Собирают своего рода комиссию Они ходят по школам Они проводят семинары со школьниками Объясняя, как бережно нужно относиться И использовать воду И, конечно, хотелось бы, чтобы в наши учебники Добавили информацию именно о бережности воды Ну, вроде в младших классах что-то похожее есть Вы сейчас про старшие говорите Да, младшие классы там по окружающему миру, конечно, есть А по старшие классы Тогда, когда человек уже более разумен и соображает Конечно, вот хотелось бы, чтобы в старших классах Как бы была такая информация В школе ученикам должным образом не объясняют Что воду нужно экономить И что есть еще такая проблема Да, ну, конечно, у нас, получается, корень и росток идет со школы Летом была очень популярная тема То, что там нельзя было, значит, поливать огороды питьевой водой Там машины мыть питьевой водой При этом в городе фонтаны работали Которые поливают Это вот кто за это отвечает? Смотрите, то, что касается фонтанов То, что касается по городу поливной сезон Это все техническая вода Это не наша, не питьевая И полностью за это все уже отвечает Хакимиат Мы отвечаем только за нашу питьевую канализацию То есть вода, которая поливает там траву И вода, которая течет у меня дома Это две разные воды Конечно Хочу подметить еще то, что по нашему законодательству По поводу полива огорода Разрешено с часу ночи до пяти Можно спокойно поливать огород Соответственно, это также не мешает уже другим абонентам Потому что давление не уменьшается Но мы говорим про какое-то личное огороде Которое у меня вот на первом этаже Да, да, конечно Нет, нет, конечно, это про личный огород Потому что у нас также там растет И травка растет, и деревья растут Которые тоже нуждаются Водичке Вот поэтому с часу до пяти, пожалуйста, разрешено Нужно ли в Узбекистане создать общенациональное движение Которое бы фокусировалось на теме экономии воды? Да, конечно, в планах есть, оно будет Это все в процессе И, конечно же, это не останется просто так Мы это все доведем до конца Потому что это наша вода И мы должны ее экономить и ценить Ну, я так понимаю, это уже в следующем году, скорее всего? Да, конечно, это будет на 24-й год И дай бог, конечно, мы научим наших граждан Бережно относиться к воде Ну, а мы поможем в этом Может, как-то осветим, не знаю Вы как человек все-таки связанный с водой Что бы вы хотели донести до наших зрителей? Конечно бы, хотелось бы донести до наших граждан До наших абонентов Это рационально использовать воду Экономить ее, ценить Потому что по меркам ООН К 2050 году мы, к сожалению, можем приблизиться Уже как к Центральной Африке Там, где люди, проходя около 30 километров Ходят за водой Конечно, мы не хотим привести к этому К такому плачевному результату Поэтому, чтобы не дойти к этому Наши уважаемые граждане Узбекистана Наши оппоненты Они, мы должны в себе воспитать Культуру грамотности использования воды Экономьте воду и берегите ее Все, что я могу сказать Узбекистан входит в тридцатку стран с повышенным водным стрессом И мы не в том положении, чтобы игнорировать проблему И если не начать экономить воду Мы можем погрузить Узбекистан в очень плачевное состояние Выбор за вами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok